...чемпиона по версии журнала ProVox СУБТЕРТИШОВА КЕХЕХЕХ Этот бой посвящается Артёму Александровичу Лаврову. Заслуженный премьер СССР. С 80-го 1988 года тремьер в господспортной СССР. Подготовил олимпийского чемпиона Шаги Савирова. Руководил сборной командой СССР на олимпийский игрок 1988 года. С 90-го года работал тренером в Турции. С 97-го работал тренером в Краснодаре. Артём Александрович Лавров. Дамы и господа, в синий угол рига приглашается боец из Чехии. Дамы и господа, пожалуйста, А вот сейчас очень ожидаемый поединок в Ведении Орлова, который известен как «Молекула Ада». И Вячеслава Глазкова. Вячеслав Глазков является фаворитом данного боя. Он, конечно, достаточно таким фаворитом явно. Потому что Вячеслав Глазков хороший спортсмен, участник олимпиады. Да, в тяжёлой весовой категории. Евгений Орлов по своей базе кикбоксёр. Сейчас Евгений перешёл в бокс, но результаты в боксе у Евгения Орлова то неплохие, то не очень хорошие. Евгений Орлов здесь, конечно, выступает как гейт-кипер, наверное, правильно это будет назвать, таким ММА-сплэнгом. Больше двух метров рост у Евгения Орлова, больше 120 килограммов вес. Мы сейчас послушаем Александра Загорского, какой именно рост у Евгения Орлова. Ну, а Вячеслав Глазков представляет Украину. Я скажу, что это единственный поединок, где россиянин не является фаворитом боя. Этот бой также проходит за звание интерконтинентального чемпиона по версии ронала про бокс. Субтитры создавал DimaTorzok Вячеслав Глазков Вячеслав Глазков Чемпионский пояс интерконтинентального чемпиона по версии журнала про бокс. Вячеслав Глазков стал бронзовым призером Олимпийских игр, которые проходили в Пекине. Роберто Камарелли, я напомню, стал олимпийским чемпионом. Второе место занял спортсмен из Китая. Ну, а Вячеслав Глазков удовольствовался бронзовой медалью. Ну, Вячеслав Глазков очень неплохо себя показал на профессиональном ринге. Провел прекрасный, я считаю, бой против россиянина Дениса Бахтова. Выиграл этот поединок, выиграл данный бой. Вячеслав Глазков по очкам. Спасибо Фёдору Рыжову, он поправил меня. И после этой победы, я считаю, что Вячеслав Глазков какие-то дополнительные профессиональные очки заработал. Справа от меня в синем углу ринга. Леди и чантеры, Риктору и форсов моего ряда, Харик Абов в двух ковер. Его 33 года, рост 206 сантиметров. Официальный вес 149 килограммов. 200 граммов. 33 веса, which weighs 149.2 килограммов. Его профессиональный рекорд 25 мая. 13 побед вичами, 8 побед в нокаут, 11 побед в поражении, 3 на 1 вичей. And his professional record, 25 pounds. 13 victories, including 8 wins, coming by way of the count. 11 defeat and 1 draw. Чинг-иог-мира, which is an admirable kickboxing goal. Here's the Чинг-иог-мира, by the nice people also. Kickboxing, champion of the world. Vice champion of the world in Waitei. La-Wayne-Ni-Ga-Spa-da. С удовольствием представляю вас из Праги, Чехия, ladies and gentlemen. Introducing from prayer, чех-ри-паврит, you can be valed to the world's house. HORLAND! And his opponent's left меняет красный пулк в мире. And he's upon it, across the ring, fighting under the red copper. He's 27 years old, 190 centimeters, a weight of 102,75 kilograms. 27 years old, a bitch will weigh 102.75 kilograms. His great professional record, 10 боев, 10 побед, печали 7 побед, knockout. And his excellent professional record, 10 fouls, 10 victories, including 7 wins, coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, bronze winner, the winner of the Olympic Games can cheer. It's Mugansk, Ukraine, representing from Mugansk, Ukraine, Vhaveasara! Vahasisлов! Vahasisлов! Vahasisлов Лазков, Евгений Орлов. Еще раз скажу, Евгений Орлов, несмотря на свои внушительнейшие габариты, все-таки является таким вот гейткипером, то бишь чеком, как я уже говорил, на котором пробуют себя бойцы. Но победа над ним, это опять же, скажем так, Хороший, наверное, урок, да? Я думаю, Георгий, так правильно сказать. Ну, да. Скажем, тем более Вечтав Орлов... Евгений Орлов, извиняюсь. Вечтав Глазков, да, ты их объединил. Да, объединил. Это всякий очень неудобный спортсмен. Ну, вот ты посмотри, как бьет он, да как молотком. Я думаю, что если вот сверху по голове попадет Орлов. То есть Орлов, в принципе, был бы хорош в ММА, если бы он кого-то повалил и бил бы хаммерфисты такие, да? Вот это, ты знаешь, Орлов, я не знаю, выступал ли в ММА, но у меня такое ощущение, что у Орлова есть даже ММА бои. Ну, я думаю, что его, наверное, очень легко перевести в партер, но вот если вдруг он окажется сверху в партер... Вот ты знаешь, вначале в Арбате были такие довольно смешанные правила, то есть с бросками. Я видел поединок Евгения Орлова против Сергея Гура, родная, которая начала боксировать еще в категории до 67 килограммов. Вот. И как раз начался этот поединок с того, что Сергей Гур перевел Орлова на землю и пытался сделать ему болевой прием на ногу. Потом, конечно, Орлов этот бой выиграл, да, но вот начался так. Конечно, когда-то потом Гур набрал, во время этого боя Гур не весил 67 килограммов, но вот так. Георгий, я отвечу, что, конечно, по поводу размаха рук Орлова, да, тут вопросов, наверное, их нет, очень серьезный размах, просто посмотри. Если бы у него был бы такой жесткий джеб, например, как у Владимира Кличко, то я думаю, что проблемы многие бы проблемы испытывали с этим парнем. Ну, у нас сразу вспоминается Николай Валуев, а понятно, что проблемы действительно бы испытывали. Потому что антропрометрически Орлов от Валуева, ну, мало чем, как бы, не ощущается. Мне кажется, Валуев повыше, а Орлов потяжелее. Ну, можно сказать, потяжелее. Я бы, наверное, все-таки сказал, не хочется, конечно, никого ни в том случае оскорблять, но мне кажется, потолще, наверное, все-таки, потому что лишний вес присутствует у Орлова. Вот сейчас даже вот видно, виден этот лишний вес. Вот знаешь, что, да, Орлов на данный момент представляет Прагу, то есть Чехию. А, вот так вот. Да. Это он, если он Кипр, по-моему, как-то даже представлял. И Кипр, да, представлял. Он, когда в Арбате Гилсон представлял Белоруссию, но сам он россиянин представлял. То есть Орлов представляет все страны. Я остановлю интервью с Даниилом Перетятько, с другим бойцом, который тоже повидал, скажем так, много разных боев, да, много разных поединков. Вот, в принципе, наверное, можно сравнить. И жизнь на пути. Останавливая его интервью, он говорил, что готов биться всегда, в любом месте, с любым соперником. Ну, знаешь, обратите внимание, Орлов и Голосков выглядят как спортсмены совершенно разных весовых категорий, как будто бы... Ну, пока, обратите внимание, Вячеслав не может к нему так приноравиться. Вот-вот-вот, правый пошел, начал проходить. Теперь уже вижу, что... Ну, а я, честно говоря, думаю, что Вячеславу не надо приноравливаться. Первый раунд, два, может быть, три. Потому что десять раундов на Орлова больше, чем на третьем, мне кажется, не хватит. То есть просто ты думаешь продышаться опять же, да? Ну, я думаю, что да. Сейчас не нужно лезть на рожон, да, а раунды после третьего уже все станет попроще для Голоскова. Ну, отметим, что, в принципе, Орлов, несмотря на большое количество своих поражений, Нокаутен проигрывал только два раза за девятнадцать. Все. 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 А! А вот так. А, нет. А, нет. Все. Все. Продолжение следует... Раунда... Спортсмены... Наверное, первый раунд выиграл все-таки Глазков. Ну, потому что попадания у Вячеслава Глазкова были. Я сделал свой прогноз. Мне кажется, что с каждым последующим раундом преимущество у Глазкова будет увеличиваться. Мне кажется, так. Второй раунд Вячеслав Глазков и Евгений Орлов. Это поединок тяжелой весовой категории. Разница в весе у этих спортсменов около 40 килограммов, как мы видим. В росте тоже есть большое преимущество. У Евгения Орлова вот под джебом попадает Глазков. Глазков и Евгений Орлов. Ну, смотрите, Орлов вроде бы бьет джебы. Да, удары довольно опасными выглядят, но попаданий нету совсем у Евгения Орлова. То есть все это, наверное, страшно выглядит. Но в ринге для Глазкова это не так страшно, как смотрится со стороны. Для меня вот сейчас интересный был удар, такой полу-бэкфист. Ну, в плане именно исполнения я имею в виду. Точнее, как перчатка попала в голову человеку. Знаешь, здесь довольно много интересных ударов мы сейчас видели. Вот сейчас Глазков пытается прорваться на близкую дистанцию. Ух! Вот этот удар интересный. Сейчас был, я вспоминаю фильмы, карате фильмов. Сейчас был удар где-то примерно в район шеи и нанесен ребром ладони, по-моему. В принципе, если бы эти удары считались, то, наверное, проблемы были бы у Глазков. Орлов интересный действует. Он прижимает. Ты знаешь, не совсем по-боксерски сейчас действует Орлов. Мы видели, скорее, грязный бокс, что ли. Так поправильнее назвать, когда один боец другого прихватывает. Но он уже при этом сильно бьет. Одной рукой. Пока не получается у него выйти на нужнуюся дистанцию. Вот сейчас левым достал. А вот лернуть бы под этот медленный джеб. Который... Ну, Георг, а ты вот как оцениваешь? Орлова можно назвать человеком с сильным ударом? Да нет, наверное. Нельзя назвать его. То есть в любом случае этот удар неприятный, когда тебя бьет человек весом. 146 килограммов. Это безусловно, но я именно, опять же, вспоминаю боксерские годы. Нет, вот по меркам... Арбатовские даже, арбатовские. Да, вот по меркам сейчас, если судить профессиональных боксеров, думаю, что удар скорее, знаешь, такой очень неприятный, который тебя может оттолкнуть. То есть больно. Да, больно, но выдержит. Не смертельно, но больно. Не смертельно, но больно. Держи правой прямой. Он сходил, ты того? Да, правую, куда убери. Правую, как? Правую сделай. Эй, ты, правую сделай. Понял? Держи, слетай! Держи, слетай! Держи, слетай! Чего ты руками? Вот там! Вот там, вот там, вот там, наверное! Продолжается поединок Вячеслава Глазкова и Евгений Орлов. Вот знаешь, и вот на мой взгляд, честно тебе скажу, мне кажется, вот именно этот поединок можно назвать самым таким интересным и интригующим в данной программе. Именно в плане результата? Нет, не в плане результата, нет, конечно. В плане, знаешь, вот того, как Глазков будет противостоять такому неформатному, неудобному большому сопернику. То есть как Давид будет побеждать Голиафа. Причем не Давид Аванесян, который будет сражаться, а Давид Аванесян, который будет сражаться в решающем мире. Да, Давид, который скорее библейский. А именно, да, именно тот, по крайней мере, о котором говорят всяческие предания, скажем так. Не Давид Аванесян, да. Да. Ты знаешь, это, ну, всякое интересное, посмотрите, потому что... Я отмечу, да, давай посмотрим соперников Вячеслава Глазкова. Ну, он встречался с таким относительно известным бойцом, как Сетин Кай. Это парень, который часто приезжал к нам в Россию. Он бился с Алексеем Варакином, тоже ветераном всяческих сражений боксерских. И сражался он с Дени... Дальше было несколько неизвестных бойцов, ну, по крайней мере, мне, такие, как Иван Швайко, Марк Браун, Азиз Рахмонов. Ну, а вот уже два крайних поединка, это Денис Бахтов и Даниил Перетятко. Ну, про Перетятко я уже говорил. 17-29 рекорд Перетятко. Джорни Мэн, он настоящий человек, который участвует в огромном количестве боев. А вот... А Рашин Риджи Стриклинг. Ну, да, скажем так. Вот, смотри, начинает уставать, по-моему, Орлов. Да, то есть... Ну, уже не так часто он джеб свой бросает. И все сильнее начинает попадать в Глазков. Мне кажется, что, знаешь, раунда через два здесь вот такой борьбы в ринге уже не будет, наверное. Я отвечу за Глазкова. Он достаточно уверенно выиграл бой с Денисом Бахтовым, да, в принципе, с хорошим, достаточно боксером, да. Я вот... Тут приноровиться ему пока тяжело. Ну, знаешь, Денис Бахтов все-таки более форматный боксер. Он даже, наверное, чересчур форматный. Да, чересчур форматный, потому что... Именно из-за этого не получается у него... Похожего старого спарринг-партнера на Дениса Бахтова легко. То есть просто берешь любого хорошего, смелого боксера, вот тебе, там, может быть, менее удачный, но копия Дениса Бахтова, да. Что касается, вот, копию Евгения Орлова, то есть нужно, наверное, взять культуристов, просто находить больших ребят. Копия Евгения Орлова, наверное, нет, а вообще, наверное, у вас... Ну, похожего на него, скажем так, боксера, по габаритам. Ну, даже Николай Вауев, мне кажется, немножко другой фото. Николай Вауев в другом, более школьный боксер, то есть Николай Вауев наносит прямые удары. А Евгений Орлов прямых ударов не наносит, он всегда такие полупрямые, полубоговые. Фомерфисты в боксерском варианте только мы видим. Но Глазкову, мне кажется, надо все-таки тоже более активно действовать, он как-то... Ну, на мой взгляд, конечно же, несколько однообразен, но, может быть, это... Опять же, Глазкова мы рассматриваем, как и Максима Власова, с перспективой. Конечно, Власов провел гораздо больше боев, и больше соперников у него было раздворено. Знаешь, Рок, я думаю, что перспектива на данный момент у Глазкова больше. Объясню, почему, потому что категория не такая востребована, как у Бактова. Потому что Бактова можно назвать... У Глазова. У Глазова, да. Чем-то 6-7 очень сильных спортсменов. Да, у Вячеслава Глазкова мы сейчас знаем, что, ну, в тяжелом весе поменьше таких опасных ребят. Потому что, ну, лидеры, как Владимир Кличко, Виталий Кличко, там, Александр, поверьте, это тот же Хэм, и не знаю, сколько они будут боксировать. Может быть, недолго. Да, расцвет Глазкова будет через несколько лет, ну, через два, через три, наверное. Кто из них останется в профессиональном боксе, кто уйдет, наверное, Виталий Кличко к этому времени уже уйдет. Наверное, Виталий Кличко к этому времени уже уйдет. Ну, продолжается это событие Вячеслава Глазкова против Евгения Орлова молекулы ада. Для кого-то молекула, для кого-то Орлов известен именно под таким псевдонимом. Вы посмотрите, если много хорошо попадает. Стоп! 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 Одно! Продолжение следует... 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 Раунд номер пять. Раунд пять. Пятый раунд. То есть, в принципе, середина боя. И ты предполагаешь, что устать должен Евгений. Ну, я думаю, что Евгений-то уже устал. Да, удивительно, как, в общем-то, с таким габаритом. Но, тем не менее, в принципе, пока, по крайней мере, сопротивляется. Сопротивляется Евгений Орлов. То есть, мы в данном бою... Ну, размах, конечно, рук решает, что называется. Тяжело подобраться к нему очень. Размах рук здесь... Не хочется получать вот эти джебы навстречу. Вот сейчас, мне кажется, был бы, мне кажется, в корпус, если нанес бы этот удар бы Вячеслав Глазков, был бы, может быть, поинтереснее. Давай, давай, давай. О чем-то сигнализирует. А, ну, развязалось. Да, на самом деле, может, рассечение из-за этого может произойти, если вот... Ну, правда, там подобраться еще надо сначала к Харуову, конечно, чтобы рассечение нанести. Вот, 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 по-моему, пристреливаться в Глазков. Ух, сейчас попадает. Вот, попадает сейчас Вячеслав. И Евгению нужно быть более внимательным, чтобы продержаться. Начинает пропускать удар, он, по-моему, хотел показать, что все-таки высоковато. Точнее, не высоковато, но в затылок, короче говоря, нанес удар Вячеслав Глазков. Ну, завершается очередной раунд, а мне кажется, все. Попадает, посмотри, попадает. Знаешь, удивило, почему рефери не отчитал нокдаун, потому что вроде бы... Ну, Орлок показал то, что иногда он должен быть. Но в сердце... В район селезенки... Или даже сердце, как мне показалось. Ну, с учетом нестандартного сражения Евгения, тут, конечно, сложно говорить, куда именно пошелся удар. Ну, то, что удар пришелся в корпус, это мы можем... А, смотри, отказ. Отказ в продолжение поединка, да. Евгений Орлов, как, наверное, мы и планировали... Прошу прощения, не планировали, предполагали, конечно же, а то зрители, чтобы нас не обвинили еще в том, чтобы мы некие темные деятели за кулисты. Нет, конечно же, мы просто предполагали. Потому что Вячеслав Глазков может... Ну, и скажем, что такой прогноз-то оказался довольно верным. Переждал Глазков первые три раунда, и после чего Евгений Орлов... Ну, был для него довольно понятным соперником. Ну, посмотрели, как сейчас Давид Голиафа победил, да, как некрупный боксер победил крупного. Хотя, конечно, от тяжеловеса, так говорить, тяжело. Евгений Орлов был в этом поединке слабее, но, в принципе, сложности у Глазкова здесь мы увидим. Ну, сейчас награждение посмотрим, и нас ожидает заключительный бой нашей программы. Давид Иванисян, которого мы хорошо помним. Джеймс... Ануанго... Анянго, я извиняюсь. Журнал про бокс разыграл очередной титул чемпиона мира, и чемпионом в категории свыше 91 килограмма стал Вячеслав Глазков. Интересно посмотреть, как этот титул будет впоследствии разыгрываться. Я думаю, что, учитывая, что чемпионы по версии журнала про бокс подобрались довольно сильные, это Дмитрий Кудряшов, Максим Власов и Вячеслав Глазков, то впоследствии и отстаивать, наверное, этот титул придется против более сильных и более опасных соперников. Потому что Абдиахм Ванги нас, мягко говоря, не впечатлил. Нас чуть больше впечатлили Бернард Донфок и Евгений Орлов. Да, это были непростые соперники. Все плюсы и минусы Максима Власова и Вячеслава Глазкова в этих поединках были понятны. Думаю, что сильные стороны, эти молодые, перспективные, интересные боксеры будут развивать. Ну, а слабые наоборот. Дорогие господа, впереди вас ждет плавное событие сегодняшнего вечера. Слабых сторон наоборот будет неизвестно. Ради чего мы все-таки собрались, и я уверен, все подручники с чем-то срабимое удовольствие. Но прежде, чтобы еще больше поднять, вас ждут и ваше настроение. Шоу-балет-экспансия! Шоу-балет-экспансия сейчас на ваших экранах. Наслаждайтесь. Шоу-балет-экспансия сейчас на ваших экранах. Шоу-балет-экспансия. Продолжение следует...